ВЫБОРГ Мы понимаем, что это история о попытках молодого и вначале очень успешного человека добиться расположения своей дочери, но добиться не как отцу, а добиться как бизнесмену. Он пытается ее вначале просто обмануть, чтобы извлечь из этого максимальную пользу, а потом понимает, что максимальная польза это и есть близость и дружба со собственной дочерью. В общем, приоритеты в процессе фильма меняются. Вам после ролей в стольких больших отечественных фильмах и фестивальных, и массовых фильмах, я уверен, что вам присылают очень много сценариев и вы артист разборчивый. Как было с этим сценарием? Да недолго я раздумывал. Я прочитал, мне показалось, что это хорошая, какая-то такая добрая, теплая история. На самом деле не так часто предлагают истории какого-то семейного кино, над которым можно и поплакать, и посмеяться. Мой любимый фильм «Форест Гамп». И вот для меня это как будто некая такая, как некая такая лекала, картина, в хорошем смысле мейнстрима, кино для всех. Это вот был сценарий, который я прочитал и понял, что этот фильм, это кино для всех. И для любителей и экшена, и мелодрам, и комедии. Там все есть. Хотелось бы, чтобы предлагали побольше таких сценариев, но не так часто предлагают какого-то, ну, в хорошем смысле, простого человечного кино. Поэтому я недолго раздумывал. Согласился сразу. Короче, я дам тебя знак. Начнешь драку. Парни, что ли, геологические древа у тебя, что ли? Баннесс. Ты что это делаешь, а? Ты так даже не в курсе, что она у тебя тут работает? Мам! Мам, ты кто? Я твой отец. Переходи ко мне на темную сторону. Ваш первый выбор. Я был здесь. К своему стыду не помню по какому поводу. А я помню. Да? Бумером мы здесь были. Возможно. Возможно. Выборок – это тот самый фестиваль, на котором был открыт фильм «Бумерс». Да, 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 возможно. Давно это было просто. Один из фильмов, который соседствует с вами в одном фестивальном дне, это фильм Евгения Шелякина «Как новый». А вы чувствуете, что вы сами, как новый. Вот вы, Владимир Водовиченков, времен «Бумера» и Владимир Водовиченков сегодняшний. Это два разных человека? Ну, не совсем два разных. Это, скажем, ну, как перетекание из одного состояния в другое. Наверное, если бы не было «Бумера», не было бы и дорогого папы. Ну, я и формировался как артист из всех своих работ. Я не могу сказать, что тогда я был такой, а сейчас я совершенно другой. Я стал взрослее, я стал, наверное, старше, чуть-чуть где-то мудрее. Ну, чуть-чуть более циничный, чуть-чуть более уже повидавший виды. С одной стороны. А с другой стороны, стал терпимей, что ли, ко всему происходящему. Мне, ну, цели и задачи теперь не в смысле, вот какой я крутой. А теперь цели и задачи, где я побывал, кого я видел, с кем я познакомился. Трансформировался. Вот как свой герой в фильме «Дорогой папа». Хотел сначала одного, а потом понял, что стал хотеть немножко другого. Стал хотеть более человечного тепла, что ли. Не хочется задирать нос, как раньше, что, мол, я такой крутой, а вы все не знают. Изменился. Вы из тех артистов, которые любят смотреть себя в прошлых ролях или никогда? Если честно, все картины, где я участвовал, я вижу в основном все минусы этой картины. Потому что, ну, какой-то внутренний перфекционизм говорит, «Эх, надо было здесь так сделать, а вот режиссер тут что-то не сделал». Я больше вижу минусы, чем плюсы. Наверное, пройдет время, будет мне 60 лет, и я буду смотреть на себя молодого, какого-то дерзкого, и мне будет от этого получать удовольствие. А пока, наверное, больше вижу минусы, чем плюсы. Говорят, что роль актеру приходит, чтобы избавиться от какой-то ситуации в жизни, чтобы прожить ее и перейти на какой-то новый уровень. Ну, вот есть такое поверье. Вы в это верите? Как вы к этому относитесь? Есть ли у вас какое-то совпадение с вашими персонажами? Ну, отчасти верю, наверное. Просто, когда ты сталкиваешься с той или иной темой в кино, наверное, ты все-таки что-то копаешь и в себе, и в ситуации, и пытаешься анализировать. И, конечно, в голову приходит какой-то опыт свой, и, наверное, анализ тех ошибок, которые сделал, или, наоборот, правильных решений. Что-то происходит. Ну, нет, конечно, без психиатра и без психолога не решишь проблем. Это кажется так, что вот немножко с этим поковырялся в этом, и все прошло. Нет, артист, как обычный человек, если у тебя проблемы, то тебе надо лечиться. А работай, просто не избавишься от этого. А как вы, если не секрет, готовитесь к ролям, ну, вот конкретно к этой роли? Секрет один. Попытаться поставить себя в эту ситуацию и сделать это максимально честно. Ну, то есть максимально честно попытаться проявить те чувства, которые происходят с тобой. Может быть, не всегда даже и самые лучшие свои качества попытаться открыть. Нужно просто честно поместить себя в предлагаемые обстоятельства. Ну, и дальше немножко уже там режиссер что-то подкрутит. Вам кажется, что результат получается лучше, когда вы находитесь в каких-то тяжелых условиях, съемочных, некомфортных, когда нужно что-то преодолевать? Или наоборот, когда вам легко? Ну, раньше было ощущение, что чем тяжелее дается процесс, тем лучше, крепче получается материал. Это вот, я по первым своим картинам, это было действительно сложно и очень сложно. И бригада, а бумер так совсем. Это был копеечный бюджет. И, ну, условно говоря, мы сначай даже скидывались сами. То есть не было вообще ничего. И все время был критерий. Если что-то пойдет не так, съемки остановятся. Все время деньги давались только на пленку. Это было сложно, мучительно. И всегда казалось, что именно так и должно создаваться кино. Потому что были какие-то проекты вроде легкие, ну и вроде и результат вроде бы не такой серьезный. Но сейчас я не соглашусь с этим. Мне кажется, ну, преодоление это какие-то побочные эффекты. Когда приходится что-то преодолевать на съемочной площадке. Ну, не знаю, как совпадает иногда, когда получается кино, когда не получается. Не знаю. Это не зависит от напряга и какого-то физического колоссального труда. Это зависит от полета, от игры. Вот иногда, когда дети приходят на детскую площадку и начинают играть, и у них сразу все. Вот у тебя танк, у тебя немцы, а у тебя не немцы. Я из последних сил. И ни у кого не возникает вопрос о каких-то сложностях. Все просто играют. И вот когда игра удается, когда получается играть, не думать о том, что там мне холодно, черт возьми. Как бы произнести еще текст, чтобы рот раскрывался, потому что холодно. Вот когда создается на площадке игра, тогда и все получается. Игра в высоком смысле этого слова. Да, в прямом смысле слова. И тогда все должно зависеть еще и от партнера. Ну, конечно. Дает ли партнер те самые пассы, придумывает ли он игровую ситуацию, интересную для вас. Конечно, конечно. В этой связи как вам работают с вашей супругой, с Еленой Лядовой? Ну, мы с ней работали один проект. И скажу я вам, что, конечно, хорошо. Она прекрасный партнер. Она очень тонко чувствующий. Очень такой в подаче и в приеме, наверное, лучший партнер, с кем мне доводилось работать. Партнерша. Но в этом и есть и минус. Вот мы снимались в фильме «Тварь», где мы играли людей, которые теряют ребенка, берут приемного. И начинаются проблемы. И эти проблемы очень тяжело решаются через скандалы, через выяснение отношений, через какие-то претензии друг к другу. И мне кажется, мы, ну, как, ну, во всяком случае, мне так кажется, что мы честные артисты. И старались в этом смысле не филонить и не халявить. И честно друг от друга, друг к другу предъявляли какие-то претензии. И когда я вдруг смотрю на свою любимую женщину, которую я должен, ну, простите за грубость, там, прессовать ее должен в кадре. И вижу от ужаса глаза, я понимаю ее, что я делаю это со своей женой. Зачем я это делаю? Ну, я ее люблю, я не хочу ее ругать, я не хочу, она ни на меня не заслужила. Я не могу ее разделить, как... Это вот сейчас она партнер, а через пять минут она моя жена. И после съемок какое-то остается горькое такое послевкусие. Когда-то съемочная площадка закончила, мы только что лаялись, как два абсолютно ненавидящих друг друга человека. И вдруг как будто сняли это, ну, такое пелено. Ну, нет, все, все прекрасно, пойдем, милые. Нет, остается неприятный осадок, остается тяжело. И не хочется больше в этом участвовать, не хочется повторять. Я думаю, что если мы и будем теперь совместно что-то делать, то там, где только весело, и не придется друг друга придавливать. Не очень хороший опыт, я бы не рекомендовал его. Часто артисты говорят, что вот на них роли не влияют. А по тому, что вы говорите, я все-таки понимаю, что своя вредность в этой профессии все-таки есть. Конечно, есть. Ну, если ты все время играешь в какую-то ситуацию, все время какой-то проблемой, ты понимаешь, у тебя завтра съемочный день. И ты такой немножко начинаешь вот этот съемочный период себя погружать в какую-то либо депрессию, либо еще что-то. Волей-неволей, несознательно, но так как ты в материале, ты все время об этом думаешь. И ты, конечно же, побочные эффекты есть. Не просто так, ну, артисты после съемок говорят, все, нужен отпуск, я не могу, я поумираю. Казалось бы, ну, чего ты пришел, раз, тут так красивые люди вокруг, красивые партнеры, все такие умные, молодцы, все так хорошо. И кофе тебе принесут, и самоварчик тебе поставят. Это, казалось бы, тебя вот на руках носят, а все равно это трудная профессия. Есть такое, что когда-то, когда-нибудь в принятии решения, вы не совсем понимаете, это я или это не я? Или это мой персонаж, или это мой какой-то другой персонаж? Ну, такой возникает, чего там греха, какой-то в некий статус тебя как артиста. Ты узнаваем, ты не можешь, ты идешь по улице, тебе здрасте, здрасте. И уже и готовы сфотографироваться с тобой, и все. И ты такой весь немножко, ну, чуть лучше, чем кажется. И это, ну, мне от этого никуда не деться. Ты все равно, есть ощущение такое, что тебе можно чуть-чуть больше. Чуть-чуть тебе такой допуск себе позволяешь. Очень сложно с этим бороться. И когда вдруг ты сталкиваешься в ситуации, ну, для обычного человека, вот ты проходишь, вот я сегодня прохожу, и вдруг, ну, я, ну, что ты меня не знаешь, вдруг охранник мне говорит, вы кто? Я говорю, я сюда, а ваши пропуски? Я говорю, ну, вот у меня вот браслетик красный, проходите. И я, конечно, я закипаю. Хотя передо мной прошли уважаемые люди, и они безропотно, пожалуйста. Ну, как сказать, правило есть правило. И такой ты, а ты все равно немножко дергаешься, думаешь, ну что, ты не узнал, что ли, меня? Но вот это мешает. И это, конечно, всегда, наверное, дает такой... Потом я иду, раскаиваюсь, думаю, да что я тоже, и даже извинишься, подойдешь, скажешь, дружище, ты так как не обижайся, ты тоже меня пойми, тут всякое бывает. И это, это, ну, это, наверное, не совсем я. Это уже я и еще, и еще Володя Водовиченко с телевизора. Вот этот момент, я всегда за него себя ругаю, всегда, поверьте мне, сейчас не хвастаюсь, всегда себя это корю и заставляю себя вот с завтрашнего дня, буду другим, стану самым простым, самым обыкновенным парнем, который был там 30 лет назад. И профессия мешает, в этом смысле чуть-чуть мешает. В прошлом году у нас была студия вот на том мысу, и мы говорили с Алексеем Серебряковым, с вашим коллегой, о большой задаче, которую он перед собой как артист на этом этапе, на этом витке своей карьеры ставит. У вас есть такая, пусть не стратегическая, тактическая, но большая задача, над которой вы сейчас работаете? Нет какой-то суперзадачи, сверхзадачи. Хочется сохранить себя, ну, для каких-то больших свершений. Вот кажется, самое главное сейчас не растерять себя, не рассыпаться, и вдруг придет какая-то еще, какая-то роль, что-то сыграю. А что за этой ролью будет, что она даст, не знаю. Все время ощущение, что вот завтра будет лучше, чем вчера. Вот не знаю, советский человек, меня всегда учили, что вот завтра будет обязательно лучше. Не умею я жить сегодняшним днем, наслаждаться какими-то достижениями и успехами. Мне кажется, вот так, надо похудеть, вот похудел, все, вот сейчас будет предложение, а я уже и похудел, я уже и тут что-то, и где какую-то новую книжку прочитал, и вот сделаю лучше, чем мог бы сделать вчера. Вот, а какие цели стоят, какие задачи, не знаю. Я не задумываюсь о какой-то глобальной. Хочется жить, ну, жить достойно, по-человечески. И когда придет финал всего этого, подумать, что ну, не зря вроде что-то делал. Спасибо. Владимир Ведовиченков на фестивале «Окно в Европу» — это Выборг. Спасибо. Спасибо, спасибо.